В учебном классе как дома. В излучинской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья появилась квартира, но не жилая, а тренировочная. Для чего в учебном заведении создали домашнюю обстановку, расскажем в нашем следующем сюжете. Аромат жареных блинчиков мы чувствуем, когда на кухне хозяйничает мама или бабушка. Но сегодня у плиты колдуют дети. И это не какой-нибудь праздник, а обычное занятие в излучинской школе-интернате. Воспитанники, имеющие ограниченные возможности здоровья, готовятся здесь к взрослой жизни, в специальной тренировочной квартире. Создание реальных условий проживания для формирования социально-бытовых навыков детей с ограниченными возможностями здоровья даст возможность нашим выпускникам активно включиться в самостоятельную жизнь. Уметь использовать современное оборудование, быть уверенными, способными к самостоятельному проживанию за пределами родной школы. Нонна Лапчева – преподаватель технологии и социально-бытовой ориентировки школы-интерната. Она учит воспитанников простым, но необходимым жизненным навыкам. Пришить пуговицу, сделать уборку, приготовить пищу. До недавнего времени эти уроки проходили в учебных кабинетах. А для того, чтобы приблизить занятия к реальным условиям, необходима тренировочная квартира. В точности, как настоящая, где дети под присмотром педагогов смогут самостоятельно вести хозяйство. Никита, ты следующий. Нам хотелось бы еще, чтобы и эта комната, кабинет, где мы готовим кушек, где мы учим их к самостоятельной жизни, тоже был оснащен более совершенным модернизированным оборудованием. Ну и возникла такая идея, которая вышла с предложениями, что да, надо оснастить. И мы оснастили наш кабинет дополнительным оборудованием кухонным, дополнительной посудой. И готовим детей самостоятельной жизни. Появление в интернате, оборудованной современными бытовыми приборами тренировочной квартиры, стало результатом победы в окружном конкурсе краудсортинговых проектов. Кроме приготовления пищи, воспитанников учат планировать семейный бюджет, выбирать продукты и соблюдать условия их хранения. В планах педагогов школы запустить программу «Один дома», но не по мотивам известной комедии, а в реалиях самостоятельной жизни. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра» из Лучинска.